добрый день дорогие друзья приветствую всех на канале смартфон чайна и сегодня у нас очередная посылка с телефоном леново все вы знаете как я люблю смартфоны от леново ну потому что прежде всего они обладают достойным качеством за очень небольшие деньги а сегодняшний наш герой это вообще интрига на канале уже был один смартфон от леново который в общем-то предназначался для китайского рынка но при этом поддерживал наши частоты вот когда я заказывал этот смартфон конечно везде было написано что он не поддерживает наши частоты и прочее но все-таки у меня до сих пор есть ощущение что возможно модем поддерживает наши частоты lte 3g и в общем-то в этом заключается интрига я сам еще не знаю так скажем моделька называется значит от 680 конечно же доля вероятности скажем так 50 на 50 что аппарат поддерживают частоты российские потому что модификации этого аппарата есть несколько ну вот сейчас мы с вами узнаем как говорится если я оказался прав и здесь есть поддержка частот отечественных значит операторов 34g что же замечательно возможно это будет очередной хит но если я значит ну что ж найдем не очень требовательного пользователя кому этот аппарат и без скоростного интернета пригодится вот написано т.д.л. т.е. моделька это все коробочка бюджетная сразу видно значит 5 дюймовый смартфон у нас с hd экраном комплектация что еще у нас тут бумажки так помимо ночи снова аппарата у нас как обычно кабель такой интересный микромакс с надписью обратите внимание прикольно в леновый микромакс так зарядка тоже микромакс нет леновская зарядка на 700 миллиампер как всегда у не очень больших батареек 2300 кстати батареи у него бумажечка вот такая гарантийников нету леновских а есть есть гарантийник леновский очень важно потому что по гарантийнику я всегда проверяют новый аппарат или бушный так аппарат точно не скажешь что по моему одной страничке все таки нет так ладно будем смотреть дальше вилка переходник понятно наушники наушники фирменная гарнитурка для новская до дешевенькая гарнитура от леново самая простая такая же как было восемьдесят восемьдесят но как-то все это выглядит не сильно новым давайте сам пара итак 5 дюймов и разрешение экрану гс задняя крышка матовая это у нас крашеный пластик конечно и опять же у нас не очень большая жесткость но смартфончик приятный смотрим под крышку органы управления тоже все стандартные значит качелька громкости кнопок включения нас на правой стороне сверху у нас зарядка юсби три с половиной гарнитура левая грань пустая снизу микрофон сзади вот уже батарейку снял тут у нас камера 8 мегапиксельная кстати заявлено со вспышкой идет у нас две микросим под карточку слот и динамик громкого вызова так что здесь написано смотрим ну как всегда написано конечно т.д.л. т.е. ну давайте сразу симку ставим конечно шансы уже уменьшаются и в общем то я нашел упоминание еще в одной модели точное название сейчас я ее не помню она где-то на распродаже всплывала короче говоря она как раз поддерживает европейские лте в том числе наши все лте 3g выглядит точно так же ну что же ладно что у нас спереди пока включаем спереди у нас как я уже сказал hd-экран кстати очень рамки узкие включаться больше будет hd-экрану gs ips естественно кнопки меню домой назад вот такие стиле 5 андроида выполнены без подсветки явно у нас значит идет камера если я не ошибаюсь 2 мегапикселя и датчики приближения освещения динамик громкого вызова включение что все таки они откуда-то их берут операторские аппараты android 5 1 установлен экран вот отличный сразу вижу туз проверяли так все нам нужны настройки нам нужны настройки да появилось соединение edge наверное все таки частот отечественных нету ну ладно сейчас посмотрим зайдем инженерку параметр с язык установлен французский что ли есть вообще русский язык то французский канады класс вам зачем французский канады так крышки есть есть русский да наверное к сожалению все так что как где русский язык то вообще ничего не поменялось все иконки а нет вот русский контекст но понятно с русификации не сильно все хорошо да наверно все таки аппарат для китая ну и ладно посмотрим посмотрим да друзья ну что ж но не вытянул я выигрышный билетик да это сидимо аппарат полностью и поддерживает только китайский диапазон ну что же ладно фактически этот аппарат предназначался моей маме а ей 3g интернет 4g интернет в общем то не нужен ну ладно ничего страшного протестируем посмотрим смартфон стоил что-то 70 долларов за 70 долларов в принципе неплохое решение для тех кому не нужен быстрый интернет я думаю так ну что ж мы протестируем посмотрим так давайте еще посмотрим что у нас тут по прошивочке глянем так 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 общая информация и вот девайс информация девайс информация 5 1 android версия хардваре вот такая четыре ядра да здесь установлен процесса 67 35 с буквой п 1 гигабайт оперативной памяти в общем то бюджетный аппарат но я еще раз говорю леново это все-таки леново вот экран например OGS сразу же вижу что к нему претензий никаких это в общем то мне очень всегда нравится аппарат леново так быстро что у нас звучание я уже слышал хорошее на перевод конечно не стопроцентный далеко динамика как всегда качественный это замечательно что вот фирма ставит качественно сюда динамики микрофона хорошего качества динамик давайте посмотрим еще камеру глянем традиционно на камеру как у нас она выглядит так не нужно мне это нужно настройки настройки все значит не по-русски так вот у нас white balance а где завершение интересно и все это очень интересно непривычно мало настроек с белого что они еще где-нибудь скрываются вот как чему так это режимы съемки ну ладно давайте попробуем сфотографировать что нибудь посмотрим хочу было авто сначала смотрим фото вот камера ребята отличная отличная камера особенно со вспышкой обратите внимание мелкие детальки камеру по по-моему честной 8 сейчас посмотрим переворот отключен очевидно в шторке как обычно так где у нас да бог не так посмотрим так галерея вот у нас без вспышки без вспышки и со вспышкой нет отлично мне нравится так давайте свойства глянем здесь у нас вот так да что у нас детали да много не русского конечно так у нас есть диафрагма white balance 1 203 диафрагма нам не сообщает не сообщает диафрагму 1 95 разрешение сколько это 8 до 8 вес средний настройки надо покопать посмотреть давайте видео посмотрим быстро аппарат приятный в руке очень хорошо лежит несмотря на 5 дюймов ладненько лежит в руке экран отличный кстати запас яркости запас яркости великолепный вон наш углы тоже четкие вот бюджетный аппарат от ленова но вот экран сразу чувствуется что ха-ро-ши и вопросов значительно меньше поэтому так сейчас видео еще быстро давайте попробуем ее в авто режиме фокусировка потапу да да сам аппарат не фокусируется качество звука потап фокусируется неплохо качество записи качество записи звука проверяем сразу аппарат ленова 3680 так ну и стоп слушаем не хочет переворачиваться звук хороший ну что с записью видео тоже все в порядке с настройками и прочим разберемся поподробнее попозже ну да аппарат оказался без поддержки нашего 3 и 4g ну что ничего страшного в этом нету найдем значит в дальнейшем ту модельку которая этой же серии нас поддержкой а пока будем разбирать этот посмотрим что там с прошивочкой со всеми делами в общем будет полный обзор в любом случае и познакомиться с ним более подробно и детально разберем его все возможности ну а на этом наверное все всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч пока